Я долго думал, выпускать ли такое видео или нет. Но от того, как люди иногда сравнивают эти игры, у меня начинает знатно подгорать. Когда сравнивают графику, платформы, на которых в эти игры играют и прочую ересь. Это видео будет максимально конструктивное и наконец-то поставит точку в вопросе, а что же лучше, кс или стенд-офф? Ну а если ты хочешь офигенные скины в стенд-офф 2, тогда поставь лайк и напиши три комментария под роликом, и тогда шансы выпадения офигенных скинов с боксов и кейсов увеличиваются. Вот мой подписчик под прошлым роликом поставил лайк и написал коммент, и у него выпал золотой керамбит. Это реально работает, проверь. Как я говорил, я не буду сравнивать графику, но геймплей на игры максимально похожи друг на друга. Речь пойдет разработчиках и как они относятся к игре. Первый разработчик, о котором пойдет речь, это Valve и о игре CS GO. Я безумно люблю CS. Даже когда произносишь эти две буквы, сразу нахлынувают воспоминания о детстве и как мы с пацанами играли в турниры между школьными командами. Я люблю CS 1.6. Люблю Source, хоть и считаю, что механика стрельбы в Source была отвратительной. Любил и CS GO. Почему любил? Несколько сотен отыгранных часов до сих пор греют мою душу. Но что сейчас творится с этой игрой, это полнейший пипец. Да, CS GO стала бесплатной, да, завезли батл рояль, хоть и слеплен на коленке, но все же это контент. Но за полтора года полнейшего отсутствия обновлений и насилия читеров, Valve будто говорят игрокам, да, мы просрали игру, но деньги мы все равно любим. Поэтому всех фритуплейщиков кинули в чан с говном, состоящий из читеров. А если ты хочешь играть на скилл, то пожалуйста заплати 1000 рублей и купи Prime, и тогда ты будешь играть на скилл, ну и читеров будет меньше тебе попадаться. То есть разрабы создают у игроков желание играть на скилл, командно. Но при этом, чтобы так играть, пожалуйста заплати косарь, а не раньше 300 рублей за игру. Как бы с читерами они не хотят бороться, но твое желание играть без читеров они нашли, как монетизировать. Это хороший пиар-ход, но для игроков это очевидный плевок в лицо. Когда я впервые за год скачал CS GO и вошел в игру, я наблюдал такую картину. За мою команду играет читер, и за команду противников играл читер. И самое забавное, они соревновались у кого лучше чит, у кого точнее ВХ и быстрее АИМ-бот. Теперь в CS GO не соревнуются у кого прямые руки, а у кого лучше и функциональнее чит. Дожили господа. Почему я перешел в стендов 2? Да все очень просто. Посмотрите как игра выглядела раньше, а как сейчас. Изменения налицо. Многие скажут, что игра на смартфонах, а значит там полнейшие донаты, везде реклама. Нет. Ты можешь играть полноценно, не внося ни копейки, и не просмотрев ни одно рекламы. А стендов-то бесплатная игра. Чувствуете уважение от разработчиков? Да, там есть читеры. Читеры есть абсолютно везде. Но в стендов я играю уже как почти неделю, и ни разу не видел ни одного читера. Значит, с ними борются и борются успешно. Плюс постоянные обновления. Нет, нет, не те обновления, которые ограничиваются введением одного кейса и пару скинов. Нас радуют новыми картами, новым оружием и балансом. Я реально уважаю разработчиков стендов 2, и вижу какой интерес царит вокруг этой игры. Я уже вижу, как ты пишешь мне в комменты, но Веля, стендов 2 попросту ворует все у CSGO. Не могу не согласиться. Ведь так оно и есть. Общий стиль игры, интерфейс и другие фишки, слизанные с CSGO, но тут есть огромнейшее «но». У многих из вас есть смартфоны на андроиде. У кого так Xiaomi, Huawei, Meizu Honor и другие китайцы. Помните, как пару лет назад все эти китайские компании делали клоны айфона? Проходит время, все эти слизанные наработки обретали уникальность, и теперь у тебя, мой дорогой зритель, есть мощный годный смартфон по цене как 4 или 5 айфонов. Так дела обстоят и со стендов 2. Разработчики берут стиль и геймплей у CSGO, чтобы довести их до ума и сделать уникальную годную игру. Стендов 2 это как Xiaomi, а CSGO как айфон. Зачем переплачивать? Хоть я и захейтил CSGO, а стендов захвалил, я все равно считаю, что эти игры находятся на одинаковом уровне. А теперь внимание, как же определить, какая игра поистине крутая? 2019 год это год кроссплатформенности, то есть если у тебя есть игра как на компе, так и на смартфонах, ты победил. А теперь ждем, пока эти два разработчика не выпустят свою игру на компе или на смартфоне, и тогда будет ясно, кто победил. Если CSGO выйдет на смартфонах, побеждает CSGO. Если стендов 2 выйдет на компе, победи стендов 2. И я вангую, что Valve не выпустит свою CSGO на смартфоны, потому что нужно портировать игру, а это занимает время, а главное их любимые денюжки. А вот со стендов 2 другая ситуация. По сути, в игру можно уже играть на компе, установив эмулятор. Что стоит разработчикам портировать эту игру на ПК? Просто отдельные сервера для ПК игроков, и все, по сути стендов уже готов для игры на ПК. Надеюсь, я поставил точку в этом вопросе и был объективен. Своё мнение обязательно пишите в комментарии, я обязательно прочту и лайкну ваш коммент. Спасибо, что досмотрели ролик до конца, не забудьте лайкнуть и откомментировать видос, а также вступайте в мою группу ВК по ссылочке в описании. С вами был Веля, услышимся в новом ролике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова